День Абая День Рождения Великого Казахского Поэта Абая официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 4 августа 2020 года. Абая Кнамбая – казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама. Абай родился в семье правителя рода Тобхта Кнамбаева-Искембаева 10 августа 1845 года у подножья Шенлстау в Семипалатинской области. Семья Абая была потомственно-аристократической. Дед и прадед главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Его мать Лжан и бабушка Зере были одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает осмотрительный, вдумчивый. Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю. И дабы отдать дань уважения этой великой имени, со всех уголков страны приехали гости, среди которых политики, поэты, писатели, искусствоведы и бизнесмены. Оказалось, что среди посетивших семей гостей был человек из Италии. Все они пришли возложить цветы памятнику Абая, который возвышается на площади. После этого их пригласили ознакомиться с экспонатами музея семьи Невзоровых. Их удивила большая коллекция редких картин, которые являются культурным наследием целой страны. Вы знаете, у нас сегодня такое событие очень интересное. Оно включает в себя два важных момента. Один самый главный – это наша великая земляк Абай-Пананбай. И мы всегда рады и счастливы создавать какие-то выставки, проводить какие-то мероприятия, посвященные этому великому человеку. После этого гости посетили музей Абая, где есть множество экспонатов, тесно связанных с самим Абаем. Его вещи, его письменные принадлежности и многое другое. Гости вдохновились атмосферой музея Абая и смогли стать к нему духовно ближе. После этого в спортивном комплексе «Арена» среди гостей прошли товарищеские матчи по футзалу. Играл даже Акимобласти Абай Нурлан Уранхаев. На фоне возражения футбольного клуба Елема и игроки были возбуждены от организации такой игры. Также был презентован новый гимн футбольного клуба. Его представил Диас Мусалимов, который специально прилетел из Америки, чтобы презентовать его на священной Абайской земле. Ну, Диман писал не я. Я делал работу по ремейку. Мы делали новую аранжировку, мы записывали голос. На самом деле, разговоры о гимнах идут еще с 2016 года, но только представилась возможность приступить к работе, и мы сделали ее буквально недавно. А в дальнейшем какое-нибудь сотрудничество будет у вас с Абайской области? Для этого мы и прилетели, чтобы как раз обсудить возможные проекты. Очень много есть идей, как музыкальных, так и кинопроектов, которые мы хотели реализовать именно здесь, на родной земле. Поэтому обществу сейчас. Поэтому, дай Бог, я думаю, что у нас предстоит большая работа в новой области Абай. Абай – великий поэт, память о котором будет еще долго жить в казахском народе, если не до конца времен. Это человек, стихи которого поразили весь мир, а большинство его слов до сих пор изучаются и являются непостижимыми спустя даже целый век. Султан Жаламанов, Даляй Тетказинов, Марат Сагамбай, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. В музее «Невзорвах» в канун Дня Абая прошел совместный выставочный проект под названием «Олларындэскэндэ». В мероприятии принял участие заместитель Акима области Шалкар Байбеков, который поздравил сотрудников музея и посетителей выставки «С Днем Абая». Стоит отметить, что выставка посвящена Абаю Кнамбаеву и объединившему роман-эпопею «Путь Абая» Мухтару Ауэзову, а также заслуженному деятелю Казахстана, художнику Евгению Сидоркину. Если хочешь про свою поэта, говори про Абанию. Хочешь узнать писателя – чекай Мухтар. Хочешь узнать художника – любуйся о Сидоркине. Да, искусство – это великое понятие, благодаря которому и произошло созвучие выдающихся личностей в искусстве. Сегодня мы посвящаем нашу выставку трём великим людям – Абаю Кунамбаеву, Мухтару Ауэзову и Евгению Сидоркину. Оставшим свой яркий след в духовной культуре Казахстана. Всемирно признанный роман-эпопею «Путь Абая» объединил поэта, писателя и художника. Перед дня Абая мы собрались вместе с вами, чтобы познать созвучие великих сновей нашего народа Абая Кунамбаеву, Мухтара Ауэзову и Евгении Сидоркину. Могу символичны, что данные не только объединяют таких гений, которые дополняют друг друга и неизвестные связаны между собой. Мы искренне рады тому, что интересные личности творчества растут в год в год. Увеличивается число последних веков, века совершаются новые книги. Их мысли творчества остаются современной сквозь века и столетии. Прежде всего, потому что их круга глубокой человеческой культуре. Правдивая, в то же время, очень простая, глубокая личная, широко государственная. Они проверены времени и пространством. Мухтара Ауэзов посвятил жизнь тому, чтобы Казахстан нашел свое достойное место в новом времени. А весь мир узнал мудрость и творчество того, основоположника казахского и ликотунного языка Абая Кунамбаева. Отрадно, что через юбилейный мероприятие, посвященный 125-летию Мухтара Ауэзову, мы отмечаем такой красивый вид на основном лету. Если хочешь прославить поэта, говори про Абая. Хочешь узнать писателя – читай Мухтара. Хочешь увидеть художника – любуйся Сидоркину. Выставка посвящена произведениям трех великих деятелей духовной культуры, проживавших в трех веках. На выставке вниманию зрителей были представлены картины и ценные книги, собранные из трех орд искусства и образования, которые стали очагами культуры нашего края. Из фондов Государственного историко-культурного и литературного мемориального музея-заповедника Абая Жидельбай-Бюрля выставлены 28 иллюстраций Сидоркина. Из фондов Музея изобразительных искусств имени Семени Взоровых, Управления культуры, развития языков и архивного дела Абайской области – 22 графика, 12 живописных работ и коллекция книг из библиотеки имени Абая. Мы очень рады, что сегодня вы собрались на такое мероприятие, где три наших учреждения городских нашего города предоставили такой большой проект. Вы уже слышали, что здесь собраны работы и нашего фонда, и фонда Музея Невзоровых имени Семени Взоровых и, конечно же, книги библиотеки имени Абая. Я думаю, что этот проект оставит вас очень хорошее впечатление. На выставке также представлена книжная выставка из фондов областной библиотеки имени Абая. Более 60 работ, графики и живописи из фондов Музея Абая и Музея Семени Взоровых. Выставка в музее продлится один месяц. Государственная концертная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой объявила о запуске нового проекта «Ельберлега Жанна-Газахстан». В рамках проекта солисты главной концертной организации страны в 2022 году дадут концерты в районах и городах Абайской, Восточно-Казахстанской, Олутаусской, Житсуской, Туркестанской, Жанбылских областей. Сегодня в рамках проекта «Ельберлега Жанна-Газахстан» в Музее Абая состоялась пресс-конференция «Олодала Олло Абай». Проект «Ельберлега Жанна-Газахстан» будет реализован поэтапно в период с 2022 по 2025 годы. Цель проекта – обеспечение доступности культурных ценностей для жителей регионов, поддержка творческих коллективов и артистов в регионах. Популяризация национальных ценностей страны. Проект реализуется по инициативе Министерства культуры и спорта РК при поддержке местных исполнительных органов областей. Координатором проекта является государственная концертная организация «Казах-концерт» имени Розы Баглановой. «Позвольте вас поздравить с тем, что ваш первый шаг в большой тур начинается именно с музея Абая. Я рад, что здесь собралось так много молодых людей, которые станут опорой нашего государства. К тому же для нас тоже честь сидеть здесь вместе с вами». За круглым столом выступили директор государственной концертной организации «Казах-концерт» Ахто Тараим Кулова, заместитель директора Республиканского литературно-мемориального музея-заповедника Абая Мирамгуль Кайрамбаева, директор педагогического колледжа имени Мухтара Уэзова Шанагуль Жанаева, заслуженный деятель Казахстана, солист «Казах-концерт» Мидет Чот Абаев и представители интеллигенции и работники СМИ. «Сегодня 10 августа. Для всех казахстанцев большой праздник. Это день рождения великого Абая, нашего Хакам Абая, действительно великого поэта, всемирного мыслителя и философа. И мы с огромной радостью наш республиканский организация «Казах-концерт» имени Розы Баглановой начинает большой гастрольный тур именно с города Семей, с области имени Абая, а также во исполнение поручения данного в послании президента нашей страны, Казамжимар Кемильча Тухаева, открыты, вы знаете, три новые области. Это Абай, Лутау и Житсу области. И мы с большой радостью начинаем наш большой концертный тур в поддержку этого начинания, а также для того, чтобы наши замечательные культурные ценности, исполнительское искусство наших казахстанцев, которое признано во всем мире, мы начинаем именно с города Семей и во всех малых городах, моногородах продолжим нашу гастрольную деятельность. Это большой концертный тур, который объединяет три новых области, Абайская область, Улутау, Житсу. А также в этом году мы, вы знаете, празднуем столетие нашей великой певицы Розы Баглановой, Розы Тажибаевны Баглановой. В этом году казах-концерт с большой честью нам было, мы имени Розы Баглановой казах-концерт, поэтому мы в этом году также в Казалардинскую область ездим, город Байконур, Казаларда, Арал, Хармахша, Казала. Это большой гастрольный тур, который уже больше шести лет организация не выезжала на гастроли, поэтому мы с большой радостью приехали сегодня на землю Великого Абая. Мы сейчас стоим в замечательном музее Абая и хотим всех пригласить сегодня на концерт. Пожалуйста, приходите. Сегодня приехали наши звезды. Это Роза Куанышевна Рымбаева, которая является уроженкой Северной Валентинской области. Это Медед Чот Абаев, Азамат Желтергузов, это Ерлан Расхали, это наши молодые музыканты, звезды. Поэтому мы с огромной радостью сегодня начинаем наш гастрольный тур. Именно в день рождения нашего Великого поэта, мыслителя, философа Абая хотим всех поздравить, всех казахстанцев поздравить с замечательным праздником. В творческом составе гастрольных концертов солисты казах-концерта. Народная артистка Казахстана, герой труда Казахстана Роза Рымбаева, заслуженная артистка Казахстана Ижан Нурмагамбетова, заслуженные деятели Ерлан Расхали, Раушан Уразбаева, Азамат Желтергузов, Медед Чот Абаев и многие другие, за плечами которых немало достижений в сфере культуры. Мы рады в день рождения Абая оказаться в семье. Тем более для меня стало настоящим открытием попасть в этот музей. До этого как-то не удавалось. Войдя сюда, я был поражен духом музея, его своеобразной энергетикой. Это место, где обретаешь вдохновение. ПЕСНЯ Казах-концерт планирует начать сезон гастролей в этом сакральном регионе. С 10 по 12 августа пройдут концерты творческих коллективов в городах Семей, Курчатов и селе Караула Байского района, а также с 13 по 15 августа в городах Риддер, Серебрянск и Алтай Восточно-Казахстанской области. Султан Жаламанов, Сункер Талумхан, Марат Сагамбай, информационная программа Шрайна, ТВК-6. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи, смотрите нас на YouTube. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»